Или, не знаю, Осетино-Ингушская война? Осетино-Ингушская война, это просто война, которая дает возможность, для которой есть возможность развязать конфликт между двумя народами. Этот конфликт был заложен очень давно, и заложен тоже из центра. Каким из центра заложен этот конфликт? Товарищ Сталин был большой мастер закладывать межнациональные конфликты. Достаточно вспомнить, как делилась в национальном плане Средняя Азия. Такая чересполосица, что без войны... А что делилась между Осетией и Ингушетией? Что там делилась? А пригородный район? Вы что, в первый раз, что ли, об этом слышите? Не в первый раз. Вы что, не знаете, что в 92-м году осетины при поддержке российского ОМОНа перешли в наступление на мирных ингушей, и по трупам женщин и детей изгнали огромное количество ингушей? Так сначала ингуши пришли к Владикавказу, разве нет? Минуточку. Ингуши там всегда жили. Во-первых, их выселял Сталин. Во-вторых, им... В начале войны осетинно-ингушской, ингушская армия подошла к Владикавказу. Какая ингушская армия? Ингушские солдаты вооруженные, нет? В пригороде. Ингушские солдаты, о чем вы говорите? Вы что, шутите? А кто воевал? Кто с ингушской стороны воевал? Там никто не воевал. Там были женщины, дети и мужчины, защищавшие семью с толками в руках. А со стороны осетин кто был? Естественно, бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами, ДШК... А откуда у осетин бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами? А им Красная бывшая армия дала. А ингушам не дала? А ингушам не дала. А почему? А потому что осетины — это, так сказать, выбор Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова